Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 октября, день Филиппа. Филипп – один из 70 апостолов, который проповедовал в Самарии. Жители единодушно внимали его проповеди. Проповедь свою святой Филипп подтверждал весьма многими чудесами. Так он исцелял разные болезни, изгонял лукавых духов, кои, выходя из людей, вопили громким голосом. Была радость великая в том городе, потому что принимавшие проповедь Филиппа и уверовавшие в истинного Мессию исцелялись не только от телесных, но и от душевных недугов. В народе знали, что именно на день Филиппа начинается конетель. Конетелью называли грязь и распутицу на дорогах. В народе конетелью еще называли золотую или серебряную нить. Ее использовали для украшения одежды, вышивания узоров. Производство этой нити было достаточно длительно и сложное. Конетель сначала вытягивают в проволоке, а потом раскручивают и скручивают. Именно поэтому любое долгое и хлопотное дело, трудную дорогу называли конетелью. Несмотря на распутицу, крестьяне отвозили на мельницу зерно, чтобы намолоть из него муки или крупы. Приметы. Если снег сегодня выпал на мокрую землю и не тает, ожидая ранней и теплой весны. Утром сегодня снег пошел, зима будет суровой. Если река к этому дню замерзла, нужно обязательно немного походить по льду. Считает, что это принесет материальное благополучие. Если сегодня продолжается листопад, погода будет переменчивой, а год тяжелым. Высохшие листья шуршат на деревьях к снегопаду. Куры рано на насест сели к морозу. И чем выше садятся, тем будет холоднее. Если снега падает снежная крупа, жди скорый мороз. Эх, а где же люди, чтобы все это сейчас прям весело поесть? Найдем? Ну, мы как раз и поедим. Это уже творог? Вот, смотрите, побольше тогда сырка. Можно, значит, вместо сырка использовать колбаску типа докторская. Вот, теперь опять-таки сюда мы можем нанести петрушку, зелень, укроп. Сейчас, смотрите, все это нарезаем, чтобы у нас получилась такая масса. Так и болгарский перчик можно к вашему огурчику, правильно? Можно и болгарский перчик. Болгарский перчик подойдет к этому. И к этому подойдет? Да, давайте его. Делаем. Так. О, вот это классное изобретение. Весь этот салат порезать. Салатик порезали сюда. И теперь болгарский перец. Хорошо, пойдет. Пойдет. Еще, еще больше. Болгарского перчика тоже. Вообще, болгарского перца много не бывает. Очень ценный продукт, легко переваривается. А польза от него очень-очень хорошая. Это что у нас? Лучок остался. Лучок также мы не выбрасываем. А мы можем его тонко-тонко порезать. Много не надо, но тем не менее. Базилик есть, хотите? Базилик. Хотите? Он придает, да-да-да-да, он придает некие такие пикантные свойства нашему бутерброду реку. Вот, пожалуйста. И все это на крючку. И сверху надо еще один лист. Пожалуйста. Прикрыть для чего? Для того, чтобы это все у нас не вывалилось. Вот у нас получились такие вот бутерброды. Ну что, как говорится, будем пробовать? Да, перед тем, как попробуем, я хотела у вас еще вот о чем спросить. Прекрасный запах. Запах такой. Как-то почему-то навеяло гамаком. Вот вы мне запах дали услышать? Да, сейчас мы, копаем, катаемся. Помидорный салат бывает же у нас и с маслом, и бывает и там с йогуртом или со сметаной. Что вы скажете о салате со сметаной? Ну что, пойдет. Сметану только делать меньшие жирности, чтобы мы на одной сметане не поправились. Потому что если сметана будет, ну, хорошей жирности и много, то мы от наших бутербродов будем расти. Ну тогда я йогурт. 3 процента. Хорошо. Хорошо? Все. Заливаем йогуртом. Заливаем. Япочка насти. Спасибо. Ну как будем пробовать-то, скажите мне, Геннадий Петрович. Смотрите, сколько наделали. Ну, хотя бы по одному вкусу с каждого бутерброда будем делать. Ну давайте. Я начну вот со своего. Давайте. Итак. Ммм, хрустит. Угу. Ну как вам огуречный бутерброд? Отлично. Отличный. Как раз для того, чтобы быть стройненьким. А что там у вас вот? А-а-а. Смотри, вот это. Давайте, может быть, чуть-чуть вот так вот. Вообще, конечно, мы сделали бутерброды на основе размера того хлеба, который взяли без дрожжевой. А так это может быть любой размер. И вообще это действительно можно потом и резать, и все. Правильно? Да. Так вот этот хрустик вот так отрежу. Ну, берите. Беру. Пожалуйста. Лично мне очень понравился. Мы сделали бутерброды. С огурчиком? Теперь с помидором. О-о-о. Вот так. С фундаментом я очень люблю. С сыром? Да, понравился. Понравился, да? Угу. Вот, значит, у нас. Ну и красиво все, видите? С сыром дает некоторые, как бы сказать, солонованку. Солонованность. Это очень приятно для помидорчика. Для укусов вообще все. Слушайте, а лук у вас здесь есть? Я хотела с луком. Немножечко, да, может быть. Ммм. Ммм. Угу. Молочок можно подмаровать. Но с сыром оказался очень вкусный. Получается, давайте так, вывод. С помидорчиком оно будет понаряднее, да, чем с огурчиком? Да. Угу. И сырочек чуть-чуть прослойчика нам нужна. Можно чуть готовше взять. Ну, а что касается зелени, ну, кто любит базилий, кладите базилий. Кто любит укроп, кладите укроп. Очень вкусно. Ну, попробуйте уже мой. Обязательно попробую, да? Угу. Отлетаем. Пустят. Будьте, бродо, сытная вещь. А правильный будет еще и полезная вещь. Сытная, полезная, да. И при этом мы... Главное медленно жевать. Да? Не спешите. Не спешите. Ой, сок потеп. Вопросим хорошо. Угу. Ну, в дальнейшем бутерброд? Ну, я, наверное... В дальнейшем бутерброд идет в довесок с салатом. Получается, по сути, ваш бутерброд с помидором. Правильно? Угу. Ну, пока выводы у меня однозначные. Бездрожжевой хлеб раз. Огромное количество зелени салатной два. Сыр солоноватый три. Помидор четыре. Обязательно пять чеснок. И шесть. Любая зелень, которая есть, которую хотите. Семь. Он же лук. Лук белый. Делайте наши бутерброды. Доброго здоровья и приятного аппетита. Хе-хе-хе. Двадцать шестые лунные сутки. Второй день Икадаши. Энергетика этих лунных суток мощная, возбуждающая. Именно поэтому этот день считается критическим. Ни в коем случае сегодня нельзя сосредотачиваться на повседневных заботах. Лучше всего эту огромную энергетику направят на свое созидание. Например, на 24-х, либо 36-ти часовой голод. Пусть она обновит и очистит тело. А сознание успокоит. Кстати, сегодня сторонитесь суетливых мелочных людей. Иначе они могут втянуть вас в ненужные разборки и испортить настроение. Что касается физической новороски, то она должна быть спокойна и приятна. Погуляйте с приятным для вас человеком. Пообщайтесь о возвышенные темы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч!